В прошлый раз мы с вами рассматривали движение в центральном поле. Мы убедились, что центральное поле является всегда потенциальным, и его потенциальная энергия зависит только от модуля расстояния от силового центра. Ну, в частности, если силовой центр находится в начале координат, то R будет x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат. Собственно, всегда мы это вот будем предполагать. Ну и было в прошлый раз показано, что движение в центральном поле всегда происходит в плоскости. Эта плоскость называется плоскостью Лапласа. И это позволяет найти закон движения в квадратурах достаточно легко, если взять в качестве обобщенных координат полярные координаты в плоскости Лапласа. Соответственно, значит, ρ и φ – это будут две полярные координаты в той плоскости, где происходит движение. Ну и после некоторых усилий в прошлый раз был найден закон движения в квадратурах, который записывается следующим образом. Зависимость ρ от времени будет даваться следующим интегралом. Значит, d ρ разделить на корень квадратный 2 на m, e минус u, эффективная от ρ. Значит, а зависимость φ от ρ, ну или же другими словами траектория, будет даваться вот таким вот интегралом. Значит, p φ, d ρ разделить на m ρ квадрат, корень квадратный 2 на m, e минус u, эффективная от ρ. Значит, где было использовано следующее обозначение? u, эффективная от ρ, так называемая эффективная потенциальная энергия. По определению это есть u от ρ плюс p φ в квадрате на 2m ρ квадрат. Вот такое вот выражение. Значит, в данном случае, естественно, e и p φ – это интегралы движения, которые определяются из начальных условий, ну, соответственно, обобщенная энергия и компоненты обобщенного импульса по φ. Хорошо, значит, в прошлый раз также мы научились качественно исследовать движения, поняли, что для этого надо нарисовать график эффективной потенциальной энергии. Значит, области классически допустимые, в которых может происходить движение, они определяются вот таким вот условием, когда, значит, полная энергия больше, чем эффективная. Ну и в зависимости от того, как выглядит эффективная потенциальная энергия, могут возникать различные случаи движения. В прошлый раз мы, ну, просто нарисовали некоторые два абстрактные потенциала и провели качественные исследования для них. Ну, а сегодня начнем с того, что рассмотрим некоторый конкретный пример. Вначале попробуем качественно исследовать движение в этом случае, ну, а потом попытаемся вычислить вот интеграл, определяющий траекторию движения и сравнить результат этого вычисления с качественным исследованием движения. Хорошо, итак, значит, задача будет следующая. Значит, частица движется в центральном поле у от ро равняется минус альфа разделить на ро квадрат, где альфа некоторая постоянная. Ну, здесь я, понятно, поскольку у меня во всех этих формулах содержится ро, то аргумент вот этой вот функции у я тоже назвал ро. Понятно, что, значит, если движение является плоским, то р и ро это, по сути, одно и то же. Вот, но тем не менее, поскольку во всех формулах стоит буква ро, то и здесь аргумент я тоже буду обозначать ро. Хорошо, собственно, для этого потенциала мы с вами попробуем провести качественное исследование движения, ну, а потом сравнить результат с траекторией, которая вычислена в соответствии вот с этой формулой. Хорошо, итак, значит, для того, чтобы провести качественное исследование движения, необходимо сначала нарисовать график эффективной потенциальной энергии. Ну, в данном конкретном случае эффективная потенциальная энергия будет записываться следующим образом. Поскольку здесь единица на ро квадрат, и здесь единица на ро квадрат, то эффективную потенциальную энергию можно записать вот таким вот образом. 2m единица на ро квадрат. И из этого выражения понятно, что возможны два различных случая, когда константа, стоящая вот в этой скобке, положительна, и когда константа, стоящая в этой скобке, отрицательна. И эти два случая будут соответствовать, конечно, совершенно различным характерам движения. Итак, рассмотрим случай А, когда ПФИ в квадрате на 2m минус альфа больше нуля. Ну, случай равно нулю, я для простоты, наверное, рассматривать не буду. Ну, вот, остановлюсь на тех случаях, которые являются, в общем-то, нетривиальными. Хорошо. Значит, в этом случае эффективная потенциальная энергия, очевидно, будет являться положительной, и график ее будет представлять собой примерно такую вот криву. Понятно, что в силу вот этого условия движение может существовать только при положительных значениях энергии, как мы помним, значит, на этом графике нужно нарисовать горизонтальную прямую, которая находится от горизонтальной оси, от ося абсцисс на расстоянии Е. Вот. И, собственно, классически разрешенная область движения будет соответствовать, значит, тем значениям координаты ρ, для которых вот эта вот прямая линия проходит выше, чем потенциальная энергия. Соответственно, если частица у нас движется из бесконечности, то она дойдет до вот этой вот точки поворота, потом знак ρ с точкой изменится, и частица уйдет обратно на бесконечность. Ну, мы с вами говорили, что такая ситуация, значит, будет соответствовать примерно вот такому движению. Если я вот нарисую окружность радиуса, равного вот этому расстоянию, то частица, двигаясь с бесконечности, ну, каким-то образом коснется вот этой вот окружности, а потом снова уйдет на бесконечность. То есть движение будет, ну, примерно вот такое. Но это, опять же, чисто качественно, вот, исходя из вот этой вот картинки. Соответственно, это будет случай 1. Хорошо. Теперь давайте мы рассмотрим случай В, В, когда ПФИ в квадрате на 2М минус альфа меньше нуля. Значит, в этом случае график эффективной потенциальной энергии будет выглядеть немножечко по-другому. Теперь я вот эту вот ось нарисую немножечко повыше. Здесь у меня по-прежнему будет уэффективная. Но теперь, поскольку вот эта вот скобка является отрицательной, то и значения уэффективного также будут отрицательны, и график будет иметь какой-то вот такой вот вид. Ну, и в данном случае возможны как раз два разных варианта движения. Значит, первый вариант будет соответствовать положительным значениям энергии. Ну, когда, скажем, частица движется, ну, например, из бесконечности с положительным значением энергии. Вот, и тогда, понятно, ничто ей не будет препятствовать достижению значения ρ, равное нулю. Понятно, что отрицательное значение ρ, естественно, принимать не может, потому что это, в конце концов, модуль расстояния до силового центра. Хорошо, поэтому в данном случае частица, вот в этом втором случае, просто упадет на силовой центр, сделав там какое-то количество оборотов. Вот. То есть вот это вот соответствует случаю 2. Ну, и кроме того, вот в этом случае b, также, возможно, еще одно движение, которое, конечно, будет существенно по своему характеру отличаться от случаев 1 и 2, это когда энергия отрицательна. Ну, понятно, что если энергия отрицательна, движение может происходить где-то вот здесь вот, и, скажем, если частица, например, начала движение, значит, в сторону больших ρ, то, значит, она дойдет вот до вот этой вот точки, потом знак скорости ее изменится, она повернет обратно, после чего попадет в силовой центр. Понятно, что если, опять же, рисовать уже теперь трехмерную, ой, двухмерную картинку на плоскости, то это будет выглядеть так. Вот если я вот это вот расстояние, значит, возьму в качестве радиуса вот этой вот окружности, то такая ситуация будет соответствовать тому, что в начале значения ρ увеличивались, потом ρ достигла своего максимума, в этот момент траектория касается вот этой вот окружности, после чего ρ снова начинает уменьшаться, и в конце концов частица попадает в силовой центр. Соответственно, в случае 3, ну, будет соответствовать вот такой вот ситуации. Вот, в принципе, что нам говорит качественное исследование движения. Заметьте, пока еще никаких интегралов мы не вычисляли, по сути, просто глядя на вот эту вот картинку, ну, постарались как-то прикинуть, как же будет происходить движение. Ну, хорошо, все это, конечно, замечательно, но не помешает сравнить, значит, то, что получилось, с результатами явных вычислений. Поэтому наш следующий шаг будет заключаться в том, что мы будем вычислять траекторию, которое, естественно, получается взятием интеграла вот в этой квадратуре, значит, pφ d ρ m ρ квадрат корень 2 на m e минус u эффективное от ρ, да, ну, можно написать вот так вот. В квадрате на 2m квадрат. Вот. Хорошо, ну, будем последовательно рассматривать, значит, вот те случаи, которые у нас возникли. Начнем со случая 1, когда у нас выполняется вот это вот условие, ну, и кроме того, понятная энергия также должна быть положительной. Хорошо, значит, в случае 1, значит, φ минус φ нулевое равняется плюс-минус интеграл ρ нулевое ρ pφ d ρ разделить на m ρ квадрат, корень квадратный, ну, подставляем выражение для потенциальной энергии, будет 2m e минус... Так, ну, чтобы не работать с положительной величиной, наверное, имеет смысл вот так вот написать. Единицы на ρ квадрат. И, собственно, если я вот так вот представлю это выражение, то вот эта вот величина e будет положительна, и вот эта вот величина, которая стоит в скобочке, вот она как раз, ровно вот эта вот величина, будет также являться в случае 1 положительной. Хорошо, ну, собственно, остается только вычислить интеграл. Это, в общем-то, делается не очень сложно. Для этого фактически используется замена u равняется единице на ρ. Собственно, замена будет у нас вот такая вот. Ну, понятно, du будет равно минус 1 на ρ квадрат d ρ. Вот, и после того, как я вот эту вот замену произведу, ну, d ρ фактически соединяется вот с этим ρ квадрат, ну, и вот здесь возникает u квадрат. Соответственно, тогда уравнение траектории может быть записано в виде φ минус φ нулевой, равняется, ну, давайте минус плюс с учетом вот этого минуса. Значит, интеграл. Ну, пока я пределы ставить не буду, чтобы, как бы, все было немножечко покомпактнее. Значит, сверху у меня остается du, pφ разделить на m, корень квадратный, 2 на m, e минус pφ в квадрате на 2m, минус α на u квадрат. Ну, понятно, что этот интеграл, естественно, сводится к стандартному известному интегралу, который уже нам встречался. Ну, давайте попробуем это аккуратно сделать. Хорошо, вначале я вношу pφ и m под корень. Значит, в результате у меня получается минус плюс интеграл du разделить на корень квадратный 2m, e разделить на pφ в квадрате. Так, минус. Теперь, значит, здесь вот эта вот штука даст просто единицу. минус 2m α разделить на pφ в квадрате на u в квадрате. Так, ну, вот интеграл можно записать вот таким вот образом. Значит, после чего, чтобы свести его к стандартному интегралу, ну, вот это вот выражение нужно вынести за скобочку. Соответственно, значит, будет равно минус плюс интеграл du. Так, сначала пойдет корень из вот этого выражения. Единица минус 2m α на pφ в квадрате. Вот так вот. Ну, а, собственно, значит, остается под корнем следующее выражение. Ну, собственно, здесь будет минус u квадрат, ради чего я как раз и вынес вот это вот выражение. Ну, а здесь, соответственно, будет 2m e, значит, разделить. Ну, а pφ в квадрат, он умножится вот на эту вот вещь, и получится, соответственно, pφ в квадрате минус 2m α. Вот, хорошо. Ну, после этого, собственно, воспользуемся известным результатом, что интеграл du от корня квадратного из a квадрат минус u квадрат равняется арк sin u разделить на a. И, собственно, если вот этот вот результат использовать, то траектория перепишется вот так вот. φ минус φ нулевой равняется минус плюс единица на корень из единицы минус 2m α на pφ в квадрат. Вот, вот, остается по-прежнему вот этот вот корень, потом будет арк sin. Так, единица на ρ, это будет u. И разделить на корень из вот этого выражения. Корень квадратный из 2m e разделить на pφ в квадрате минус 2m α. Ну, и опять же, необходимо обратить внимание, что, значит, в силу тех условий, которые у нас были в случае 1, вот это вот выражение является положительным, и энергия положительная. Поэтому вот здесь под корнем положительное выражение. Ну, и кроме того, аргумент вот этого корня также представляет собой положительную величину. Хорошо. Ну, в принципе, это и есть уравнение траектории. Естественно, здесь надо еще написать подстановки от ρ нулевого до ρ. Вот, но в таком виде, конечно, не очень удобно с этим выражением работать. Можно сделать следующее. Ну, собственно, что мы уже пару раз проделывали. Значит, можно нижний предел соединить с φ нулевое. Ну, и кроме того, поскольку здесь, в конце концов, арксинус, который сейчас очень быстро превратится в синус, то знак вот этот вот минус плюс, в конце концов, тоже можно загнать в переопределение вот этой вот величины. Вот. Поэтому, значит, уравнение траектории может быть записано следующим образом, что синус корня квадратного из единицы минус 2м альфа на φ в квадрате на φ минус φ1, где φ1 есть некоторая комбинация φ0, значит, вот это вот нижнего предела вот этого выражения, ну, и там некая добавка, связанная с возможным знаком минус, если есть, ну, а если плюс, то никакой, естественно, добавки не будет. Вот, соответственно, все это мы включаем вот в величину φ1. Ну, а остается с другой стороны что? Единица на ρ. Так, а вот этот вот корень, он переворачивается, то есть ρ идет вниз, а вот эта вот штука наверх. Соответственно, φ в квадрате минус 2м альфа разделить на 2м е. Так, ну вот после этого можно выразить ρ из этого выражения. Так, ρ равняется, так, ну, главное аккуратно. Значит, ρ у нас пойдет в эту сторону, а синус пойдет вниз. Соответственно, вот этот корень у нас остается без изменений. Значит, πφ в квадрате минус 2м альфа. 2м альфа разделить на 2м е. Так, правильно, правильно. Так, единица разделить на синус корень квадратный единица минус 2м альфа на πφ в квадрате φ минус φ1. Скобка, скобка. Ну, хорошо, вот фактически в явном виде уравнение траектории в случае 1. Ну, остается сравнить его с тем, что мы получили при качественном исследовании движения. Значит, давайте попробуем понять, как же выглядит эта кривая. Хорошо. Значит, прежде всего мы замечаем следующее, что если угол φ будет равен φ1, то аргумент синуса будет 0, сам синус тоже будет равен 0, конечно же. И получится, что ρ будет там пропорционально единице делить на очень малую величину, то есть ρ будет фактически бесконечно большим. То есть при φ равное φ1, ρ будет стремиться к бесконечности. Хорошо. Предположим теперь, что угол φ1 начинает возрастать. Ну, тогда синус начинает принимать какие-то конечные положительные значения. И величина ρ оказывается, ну, какой-то конечной. Понятно, что если синус у нас возрастает, то ρ убывает, поскольку в выражении для ρ стоит единица делить на синус. Ну, и в конце концов, значение ρ достигнет некой минимальной величины, когда вот этот синус достигнет своего максимума. Ну, а понятно, значит, максимум синуса будет, естественно, равен единице. Вот, значит, в этот момент ρ будет самое маленькое. То есть мы как раз получаем вот ситуацию, как раз ту самую, которая вот рисовалась немного ранее. ρ было большим, уменьшается, уменьшается, уменьшается и достигло некоторого минимального значения. Что происходит дальше? А дальше угол опять растет, значит, аргумент синуса становится уже больше, чем π пополам. Вот в этой точке, естественно, аргумент синуса, который в квадратных скобках здесь показан, он равен π пополам. Значит, потом аргумент еще больше стал, и синус начал уменьшаться. Ну, а ρ, соответственно, увеличивается. Поэтому дальше, ну, соответственно, вот, ρ каким-то образом начинает увеличиться, и частица уходит на бесконечность. Естественно, значит, уходит частица на бесконечность в том случае, когда аргумент синуса окажется равным π. Таким образом, еще одна, значит, точка, где ρ будет равно бесконечности, давайте это напишем, так же, ρ равняется бесконечности, если φ равняется φ2, значит, где угол φ2 определяется из условия, что корень квадратный единица минус 2м альфа на φ в квадрате, значит, φ2 минус φ1 будет равняться, ну, естественно, π, поскольку в точке π синус у нас обращается в 0. Хорошо, ну, естественно, отсюда можно, конечно, φ2 очень легко найти. Значит, φ2 будет равняться φ1 плюс π разделить на вот этот вот корень, единица минус 2м альфа на φ в квадрате. Вот, собственно, второе значение угла, при котором частица уходит на бесконечность. Ну, и понятно, за все движение частицы изменение угла дельта φ будет равно, естественно, φ2 минус φ1 будет равно π разделить на единица минус 2м альфа на φ в квадрате. Вот, что соответствует тому, что частица сделает вокруг силового центра следующее число оборотов. n, естественно, число оборотов получается делением величины дельта φ на 2π, ну, и, соответственно, это будет единичка разделить на 2 корня квадратных 2м альфа на φ в квадрате. Вот число оборотов, которые частица сделает вокруг силового центра. Значит, понятно, что если альфа отрицательно, то число оборотов, оно будет, понятно, меньше половинки. Ну, это будет немножечко картинка отлично от вот этого случая. Так, картинки, конечно, нарисованы для случая притяжения. Вот, а как раз в случае притяжения, когда альфа больше нуля, ну, на самом деле число оборотов может быть сколь угодно большим. Все, в общем-то, определяется величиной вот этого выражения, а в нем стоит πφ, который определяется из начальных условий. Поэтому, ну, если там нужным образом πφ подобрать, то число оборотов, конечно, можно сделать очень-очень большим. Хорошо. Таким образом, действительно, значит, явное вычисление, значит, интеграла и явное нахождение траектории, ну, показывает, что действительно наши простые рассуждения, основанные на качественном исследовании движения, ну, вполне согласуются вот с этой достаточно сложной формулой. Ну, естественно, в случае 1. Хорошо. Ну, давайте рассмотрим и два другие случая, поскольку, собственно, было бы интересно посмотреть, а получается ли, так сказать, движение и в двух оставшихся вариантах тоже. Ну, собственно, давайте этим и займемся. Итак, перейдем теперь к случаю 2. Значит, случай 2, я напомню, он у нас соответствовал движению частицы из бесконечности и с падением на центр. В этом случае у нас πφ в квадрате на 2m минус α меньше 0. Вот такая ситуация, и с другой стороны, е у нас должно быть положительным. Хорошо. Таким образом, случай 2 соответствует вот этим вот двум условиям. Ну, и давайте напишем аналогичный интеграл, который, значит, здесь получается. Так, значит, у нас π минус π нулевое равняется плюс-минус интеграл ρ нулевое ρ, значит, π π δ ρ разделить на m ρ квадрат, корень квадратный, 2 на m, е минус у эффективное. Значит, будет, ну, теперь я напишу, наверное, вот так вот, плюс α минус π π в квадрате на 2m, единица на ρ квадрат. Так, скобочка закрывается. Вот, и теперь в соответствии вот с условиями, написанными выше, вот эта вот скобочка будет положительна, и вот это вот значение е также будет положительна. Ну, вот, в отличие от случая 1, у нас вот здесь вот теперь другой знак, плюс. Хорошо. Ну, давайте также, значит, предположим, что у нас, ну, пусть для определенности π φ положительно, значит, ну, и в этом выражении, чтобы у нас ρ уменьшалось, мы возьмем знак минус. Значит, у нас дальше будет, значит, положительное значение π φ для определенности, и знак минус здесь, что соответствует как раз тому, что частица движется из бесконечности к силовому центру. Хорошо. Значит, ну, опять же, все то же самое. Значит, делаем замену. у равняется единица на ρ, соответственно, du равняется минус единица на ρ квадрат d ρ, после которой, ну, с помощью аналогичных преобразований, мы получаем, в общем-то, также интеграл, который будет достаточно похож на то, что было в случае 1. Так, ну, наверное, я все-таки в уме не смогу, значит, сразу этот интеграл написать, но, тем не менее, значит, попробую так эти преобразования сделать побыстрее. Соответственно, здесь будет du, здесь будет корень квадратный, 2e, потом m окажется у нас сверху, pφ в квадрате будет внизу, а здесь теперь будет у нас плюс 2m α на pφ в квадрате минус единичка на u квадрат, причем вот это выражение будет являться так же, как и вот это, оба эти выражения окажутся положительными. Так, сейчас проверим. Так, вроде бы, вроде бы похоже. Так, хорошо, хорошо. Значит, теперь, ну, более-менее понятно, что там вынесся какой-то множитель, мы это выражение сейчас сведем вот к такому интегралу. Значит, интеграл du, корень квадратный из a квадрат плюс u квадрат. Значит, ну, это выражение, конечно, в таблицах интегралов, значит, присутствует, значит, дается, значит, результат достаточно хитрой формулы, там какой-то логарифм от какого-то достаточно хитрого длинного аргумента, но мы постараемся, значит, этот логарифм не выписывать, а попробуем пойти немножечко другим путем. Чтобы посчитать вот этот вот интеграл, мы сделаем следующую замену. Положим u равным a умножить на гиперболический синус кси. Ну, понятно, естественно, du будет равно a косинус гиперболический кси на dx. Значит, после этого рассматриваемый интеграл окажется равным следующему. a косинус гиперболический кси dx разделить на a корень квадратный из единицы плюс синус в квадрате гиперболический кси. Вот, и видно, что a сверху снизу уничтожается, а здесь у нас получается, ну, ровно косинус гиперболический, поэтому вот эта штука уничтожится вот с этим корнем. И останется просто интеграл d кси, ну, который, естественно, довольно легко берется, получится просто кси. Ну, речь идет, естественно, о неопределенном интеграле, константу я отбрасываю. Хорошо, а теперь выразим кси вот из этого равенства. Это будет арк шинус гиперболический u разделить на a. Ну, на самом деле, вот этот гиперболический арк шинус, он как раз и дается, если его явно посчитать, вот этим хитрым логарифмом. Но в такой форме записи намного более удобно использовать вот это вот выражение. Почему? Потому что сейчас мы сначала этот интеграл вычисляем, а затем пытаемся выразить из него ρ. А когда мы будем выражать ρ, нам останется просто применить гиперболический синус, значит, вот сюда и к тому, что будет стоять с другой стороны. Хорошо, это, конечно, сделать будет, естественно, намного проще, чем применять, значит, гиперболический синус к какому-то там хитрому логарифму. Хорошо, равняется. Давайте попробуем этот интеграл вычистить. Ну, во-первых, конечно, надо не забыть вот этот вот корень вынести, 2mα на πφ в квадрате минус единичка. Теперь, значит, под вот этим корнем стоит выражение у нас положительное. Соответственно, значит, арк шинус гиперболический, так, единица на ρ разделить на корень квадрата. Ну, все, в общем-то, делается аналогично тому случаю, который был рассмотрен чуть ранее. 2mE разделить, соответственно, на 2mα минус πφ в квадрате. Ну, естественно, там в подстановках от ρ нулевого до ρ. Ну, как обычно, подстановку на нижнем пределе мы вместе с φ0 соединяем. Значит, получившуюся величину называем φ1, после чего, значит, корень вот этот вот переносим вот сюда и применяем к обоим частям равенства гиперболический синус. Соответственно, значит, в результате получится следующее. Ну, наверное, в одно действие я не буду делать, в два действия. Значит, 2mα на πφ в квадрате минус 1. Значит, вместо φ0 будет φ1, который будет также включать в себя вот этот вот нижний предел. Значит, а с этой стороны у нас останется единица на ρ на корень квадратный 2mα минус πφ в квадрате поделить на 2mE. Так, и единица теперь уже на гиперболический синус. Корень квадратный, так, не было видно. Так, 2mα на πφ в квадрате минус 1 на π минус φ1. Ну, выражение, в общем-то, похоже на то, что было до этого, но, значит, во-первых, там кое-где что-то переставилось местами, знаки какие-то поменялись, и, значит, вместо обычного синуса здесь возник синус гиперболический. Ну, давайте посмотрим, как это в итоге у нас повлияет на характер движения. Так, ну, наверное, не помешает где-то еще там сбоку напомнить, чему равен гиперболический синус. Значит, а он равен вот какому выражению? Значит, синус гиперболический α. Ну, по определению, так можно тремя равенствами назвать это вот такое вот выражение. Значит, и, в принципе, значит, понятно совершенно, что если α равняется 0, то гиперболический синус, естественно, тоже будет равен 0, ну, так же, как и обычный синус. Вот. Поэтому, если φ равняется φ1, то вот эта квадратная скобочка будет равна 0. Синус гиперболический от нее тоже будет равен 0. И, соответственно, ρ будет равно бесконечности. Таким образом, значит, при φ равной φ1 частица начинает двигаться откуда-то издалека. Это, соответственно, будет значение угла φ1. Что происходит дальше? Ну, дальше угол увеличивается. Ну, будем считать, что, так сказать, он растет. Ну, кстати, если... да. Значит, тогда, значит, вот это экспонент будет больше, чем это. Синус гиперболический принимает положительные значения. И, понятно, он будет экспоненциально возрастать. То есть, вот этот вот синус будет экспоненциально расти с ростом угла. Ну, а, естественно, ρ будет экспоненциально убывать. Вот. Это означает, что частица, значит, будет приближаться к силовому центру, ну, совершая, так сказать, вокруг него вращение. Вот. И, опять же, из этой формулы совершенно очевидно, что число оборотов, которые совершит частица, прежде чем упасть на силовой центр, будет равно бесконечности. Ну, это и понятно, потому что, в конце концов, ну, из этой формулы ясно, что гиперболический синус будет равен бесконечности, когда α равно бесконечности. Вот. А α, аргумент синуса, в данном случае, это вот эта квадратная скобка. И ясно, что α, равный бесконечности, соответствует бесконечному значению угла. Это и означает, что частица до падения на центр сделает вокруг него бесконечное количество оборотов. Хотя, кстати, как мы дальше увидим, через какое-то время, что время падения на силовой центр при этом окажется конечным. Хорошо. Ну, опять же, вот эта вот картинка, которая там возникла, и которая, вообще говоря, получилась вот из этой формулы, в конце концов полностью согласуется с результатами качественного исследования движения, значит, которые мы проводили до этого. И поэтому, действительно, в случае 2 вроде бы все получилось вполне нормально. Ну, собственно, осталось у нас последнее усилие. Давайте мы с вами попробуем рассмотреть теперь случай 3. Так, опять же, не помешает напомнить, что это за случай. Снова нарисуем график эффективной потенциальной энергии. Эффективная. Здесь ρ. Вот, и случай 3 соответствует отрицательным значениям энергии. То есть, в случае 3 у нас pφ в квадрате на 2m минус α будет меньше 0 раз, и энергия также будет меньше 0. Хорошо. Опять же, давайте вычислим интеграл, определяющий траекторию в этом случае. Хорошо. Значит, φ минус φ нулевое равняется плюс-минус интеграл ρ нулевое до ρ, pφ d ρ, m ρ квадрат, корень квадратный, 2 на m, e минус. Так, ну хорошо, значит, здесь, ну ладно, давайте, наверное, вначале напишем pφ в квадрате на 2m ρ квадрат плюс α на ρ квадрат. Наверное, вот так вот вначале я напишу. Хорошо. Ну, давайте опять же попробуем, значит, здесь выбрать для определенности положительное значение pφ. Ну и давайте пусть у нас знак будет плюс, что соответствует тому, что в начальный момент времени у нас частица будет двигаться от центра. Поэтому давайте, значит, для определенности мы вот здесь вот пишем плюс, ну и pφ считаем положительным. Вот. Значит, это понятно просто, чтобы не перебирать разные варианты. Хорошо. При этом мне, конечно, удобно будет везде работать с положительными величинами, поэтому я постараюсь вот это вот выражение, ну, записать таким образом, чтобы в нем стояли величины положительные. И ясно совершенно, что мне будет более удобно работать не с e, а с модуль e. Модуль e величина заведомо положительная. Вот. Ну и поскольку энергия в данном случае отрицательна, то понятно, что e я могу заменить на минус модуль e. Ну и снова, естественно, я делаю вот эту вот замену. u равняется единице на ρ. Конечно, я так буду не очень подробно все вычисления проводить, поскольку уже пару раз мы что-то похожее делали. Вот. Ну и опять же давайте сосредоточимся главным образом на том, что будет отличаться от предыдущих случаев. Итак, значит, φ минус φ нулевое будет равно минус интеграл. Ну, опять же, предел я до поры до времени не пишу. Значит, du. Минус взялся из дифференциала. Потом, соответственно, значит, будет внизу корень квадратный. Значит, 2m на φ в квадрате. Ну, а дальше должно было стоять e. Ну, а теперь мне, как бы, e писать не хочется, а я напишу, значит, модуль e и вот сюда поставлю знак минус. Хорошо. Теперь дальше. Ну, здесь мне тоже хочется положительную величину сделать. И поэтому я напишу вот так вот. Плюс альфа минус φ в квадрате на 2m у квадрат. Так, и еще надо, значит, домножить это на 2m и поделить на φ квадрат. На φ квадрат. Вот. Хорошо. Тогда, соответственно, значит, это выражение может быть, опять же, переписано вот таким вот образом, как минус интеграл, du разделить на корень квадратный. Ну, давайте сразу же вот с этим выражением, значит, разберемся, что у нас здесь будет. 2m альфа разделить на φ квадрате минус единица. Потом будет у нас корень из u квадрат, все, что останется вот отсюда. Значит, и минус теперь уже, значит, 2m модуль e разделить на 2m альфа, 2m альфа минус φ в квадрате. Так, ну, давайте проверим на всякий случай. Значит, вот я, наверное, вот так вот перепишу немножечко покрасивее вот это вот выражение. Вот здесь вот, значит, это будет у нас 2m альфа на φ в квадрате минус единичка на u квадрат. И если я теперь делю, значит, вот на эту скобочку первое слагаемое, то действительно, да, я получаю вот такое вот выражение. Ну, и здесь мы получаем некоторый интеграл, вот такой вот, du разделить на корень квадратный из u квадрат минус a квадрат, ну, который, наверное, мы вычислим уже после перерыва. А сейчас давайте немножечко отдохнем 5 минут. Так, ну, хорошо, вернемся теперь вот к этому интегралу и попробуем его вычислить каким-нибудь удобным нам способом. Снова же, такие интегралы, конечно же, в таблицах есть. И тоже есть какой-то логарифм от длинного выражения. Но мы опять же пойдем немножечко другим путем и снова сделаем замену. Ну, на этот раз замену возьмем такую. Возьмем, значит, u равняется, значит, a на гиперболический косинус кси. Ну, а, естественно, du будет равно a на гиперболический синус кси на d кси. Хорошо, после этого рассматриваем интеграл. Может быть, записан так. Значит, a синус гиперболический кси д кси разделить на корень квадратный из а квадрат. Косинус квадрат гиперболический кси минус а квадрат. Ну, давайте для определенности будем считать, что у нас, чтобы все было однозначно, кси больше либо равняется нулю. Ну, вот, тогда у нас гиперболический синус принимает положительные значения. Ну, а здесь, естественно, возникнет a квадрат на синус гиперболический в квадрате. Так что, в случае, когда значения кси положительные, ну, это выражение будет выглядеть вот таким образом. Разделить на a синус гиперболический кси. Ну, и все снова же сокращается. Получается просто кси. Значит, ну, и, опять же, с учетом вот этого условия, конечно, это у нас будет арк косинус гиперболический у разделить на a. Ну, и, опять же, конечно, значит, этот арк косинус гиперболический можно вычислить, значит, получить для него выражение логарихма какой-то там сложной величины. Но такая форма записи, она намного удобнее. Что, собственно, мы сейчас увидим, возвращаясь вот уже к вычислению вот этого вот интеграла. Хорошо. Значит, итак, соответственно, фи минус фи нулевое будет равняться. Так, знак минус. Единица на корень квадратный 2m α разделить на pφ в квадрате минус единица. Снова под корнем у нас стоит величина положительная. Арк косинус гиперболический. Единица на ρ разделить на корень квадратный. Ну, из того, что стоит вот здесь вот, а это снова же положительная величина, 2m модуль е на 2m α минус pφ в квадрате. Ну, и, собственно, ровно тем же самым способом мы вычисляем ρ. Вот, сначала переносим туда корень, потом к обоим частям равенства применяем косинус гиперболический. Вот, ну, естественно, значит, конечно, надо написать начальные условия. Значит, соединить нижний предел с фи нуль. Получится какой-то фи один. Вот, ну, при этом, так сказать, можно сообразить, что, значит, у нас в начальный момент времени фи будет меньше, чем фи один. Вот, хорошо. Ну, и, собственно, ρ у нас запишется теперь вот каким образом. Так, ну, попробуем, наверное, записать его сразу. Так. Так. Нет, наверное, сразу тяжело. Итак, единица на ρ на корень квадратный 2m α минус pφ в квадрате на 2m модуль е. Значит, вот такая здесь возникает величина. Это будет равно, ну, гиперболический косинус, естественно, четная функция. Соответственно, значит, косинус гиперболический, скобка, корень 2m α на pφ в квадрате минус единичка на φ минус φ1. Ну, где φ1, как обычно, у нас представляет собой некую комбинацию, там, φ0 и нижнего предела, которые здесь возникают. Ну, теперь уже ρ можно выразить. Соответственно, ρ будет равняться, значит, корень 2m α минус pφ в квадрате на 2m модуль е на единицу на вот этот вот гиперболический косинус. Так, корень 2m α на pφ в квадрате минус 1. Так, и здесь φ минус φ1. Значит, причем, как мы поняли, значит, в начальный момент времени у нас, значит, φ минус φ1 является отрицательным. Хорошо. Давайте попробуем нарисовать график кривой, которая получилась. Ну, для этого, естественно, не помешает вспомнить, чему равен гиперболический косинус. Значит, это есть е в степени α плюс е в степени минус α деленное на 2. Хорошо. Ну, даже можно нарисовать где-то график гиперболического косинуса. Значит, здесь будет α, здесь будет гиперболический косинус α. Значит, он достигает своего минимума при α равное 0. Ну, экспоненциально растет с этой стороны и экспоненциально растет с этой стороны. Ну, должно получиться, если аккуратно рисовать, все симметрично. Вот. Примерно вот такой вот график. Хорошо. Ну, давайте посмотрим. Значит, у нас в начальный момент времени вот эта вот величина является отрицательной, и, допустим, угол φ у нас растет. Хорошо. Что происходит в этом случае? Значит, ну, начинаем. Понятно, α это фактически вот эта квадратная скобочка, поэтому в начальный момент времени, ну, где-то мы находимся условно вот здесь. И по мере возрастания α у нас гиперболический косинус будет убывать. Значит, гиперболический косинус убывает, ну, а поскольку ρ пропорционально единица делить на гиперболический косинус, то значение ρ возрастает. Ну, опять же, значит, вот как мы и рисовали. Вот значение ρ начинает возрастать. Но возрастает оно теперь уже не до бесконечности, а до некоторого предельного значения, которое соответствует α, равное нулю. То есть, когда φ равно φ1, ρ достигает своего максимума. Ну, или же другими словами, вот касается, значит, некоторой окружности. Так, вот это вот должна быть окружность. Вот. Соответственно, значит, вот при значении угла φ1 у нас происходит вот это вот касание. Потом угол продолжает возрастать. Гиперболический косинус тоже возрастает довольно быстро, экспоненциально. А стало быть, ρ начинает экспоненциально убывать. Ну, это означает, что, опять же, частица начинает падать в силовой центр. Ну, там, сделав бесконечное количество оборотов, в конце концов она окажется в силовом центре. Ну, собственно, что мы с самого начала, там, при качественном исследовании движения и предсказали. Ну, вот какие-то, конечно, детали из этих формул мы смогли узнать, там, сколько оборотов сделает частица и прочее. Вот. Но, тем не менее, картинка, в общем-то, одна и та же, что говорит о том, что вот те аргументы, на основе которых мы проводили качественное исследование движения, ну, повидел, наверное, правильные. Да? Раз они с общими формулами согласуются, ну, собственно, наверное, стоит им поверить. Ну, хорошо. Значит, давайте теперь выясним, все-таки, за какое время у нас частица упадет на центр. Ну, и вообще говоря, давайте зададимся еще и таким вопросом. При каких условиях в этой задаче возможно падение на центр? Ну, дело в том, что, хотя мы, конечно, условия падения на центр, по большому счету, уже сформулировали, но в этих условиях стоят, ну, некоторые величины, там, Е и Пфи, которые, вообще говоря, ну, непонятно чему равны. Вот. Давайте мы теперь задачу сформулируем как-нибудь более конкретно. Значит, вот у нас тот же самый потенциал, у от ро равняется минус альфа на ро квадрат. Ну, теперь для определенности пусть у нас будет альфа больше нуля в случае притяжения. Вот. И давайте мы с вами предположим, что в начальный момент времени у нас частица массы М находилась на расстоянии ρ0 от силового центра, имела некоторую скорость v0. Значит, v0 это модуль скорости, которая, ну, направлен так, под каким-то углом к радиусу вектору, ну, примерно в сторону силового центра, и угол между направлением скорости, ну, и минус радиус вектором мы обозначим через β. Естественно, речь идет о начальном моменте времени. То есть, вот, допустим, в начальный момент времени у нас вот такая ситуация. И первое, с чего мы начнем, мы попробуем выяснить вопрос такой. А при каких начальных значениях будет происходить падение на силовой центр? Хорошо. Что для этого нужно сделать? Ну, сначала, конечно, значит, провести качественное исследование движения, которое мы уже сделали. Ну, и, по сути, мы с вами поняли, что падение на силовой центр, оно у нас имеет место вот в такой вот ситуации. Ну, неважно, и с положительной энергией, и даже с отрицательной энергией тоже падение на силовой центр будет происходить. Но самое главное, что, значит, вот эта вот кривая находится в отрицательной области. То есть, выполняется условие Пфи в квадрате на 2м минус альфа. Так, соответственно, должно быть меньше нуля. Вот. Должно быть вот такое условие. Хорошо. Значит, вот фактически условие падения на центр. И остается, ну, просто понять, чему будет равен Пфи в данном случае. Ну, для этого не помешает вспомнить выражение для Пфи, которое было получено в прошлый раз. В конце концов, это и есть компонента обобщенного импульса Пфи. И выражение для нее, которое мы в прошлый раз писали, имеет вид Мро квадрат на Фи с точкой. И эта величина, она является интегралом движения, то есть остается в процессе движения постоянно. Ну, а если какая-то величина в процессе движения является постоянной, то, естественно, эту величину можно вычислять и в начальный момент времени. Ну, собственно, давайте, вот у нас есть картинка, давайте вычислим эту величину в начальный момент. Ну, наверное, удобно так записать. Пфи равняется, ну, вот так вот я ее представлю. Мро на Ро Фи с точкой. И вспомню, что в полярных координатах скорость записывается следующим образом. Ну, когда-то еще на самом первом семинаре такое вот выражение было получено, соответственно. И вот эта вот величина Ро Фи с точкой, вот она здесь как раз выделена в скобочках. Это есть не что иное, как проекция, так сказать, скорости на Ефи. Ну, в данном случае у нас вектор Еро будет направлен от силового центра, ну, а вектор Ефи вот сюда. Хорошо. Ну, естественно, длина этих векторов равна единице. Хорошо, поэтому вот эта вот штука будет представлять собой Мро на, значит, проекцию скорости на Ефи. И в начальный момент времени, соответственно, значит, ну, М это М, Ро равно Ро ноль. Ну, а что касается проекции скорости на Ефи, ну, из картинки достаточно очевидно, что это будет просто В нулевое на синус угла бета. Вот, и поэтому условие падения на центр в этом случае может быть переписано таким образом. Значит, М, Ро нулевое В нулевой синус бета, так, в квадрате, это вот этот квадрат, разделить на 2М, значит, должно быть меньше, чем альфа. Вот, ну, понятно, альфа положительное, так что все может, такое условие действительно может выполняться при некоторых начальных значениях. Ну, или же, значит, М, Ро ноль в квадрате В нулевое квадрате синус квадрат бета меньше, чем 2 альфа, да, по-моему, так. Вот. Ну, вот, по сути, значит, какие должны быть начальные условия, чтобы получалось падение на центр. Ну, кроме того, конечно, не помешает знать, какую величину имеет энергия, потому что, в конце концов, энергия определяет, какой случай движения второй или третий у нас реализуется. Ну, понятно, что энергию тоже, естественно, можно вычислять в начальный момент времени, ну, в принципе, формально энергию можно записать вот таким вот образом. Ну, опять же, соответственно, это будет М в квадрате пополам минус, соответственно, альфа на Ро квадрат. Вот, поскольку эта величина является константой, то вычислять ее можно в начальный момент времени, это будет, соответственно, М в нулевой квадрате пополам минус альфа разделить на Ро ноль. Ну, соответственно, значит, вот, в зависимости от того, какие у нас будут получаться значения В ноль и Ро ноль, ну, будет реализовываться либо случай 2, когда энергия больше нуля, либо случай 3, когда энергия меньше нуля. Ну, хорошо, таким образом поняли мы, значит, как выяснить вопрос о том, будет ли падение на центр при заданных конкретных каких-то начальных условиях. И теперь выясним вопрос о том, допустим, падение на центр у нас есть, соответственно, мы как-то нашли какие-то значения там Пфи, Е, значит, поняли, что падение на центр в этом случае происходит. Давайте попробуем выяснить теперь такой вопрос, а за какое время частица упадет на силовой центр, ну, вот, с расстояния Ро ноль. Ну, в принципе, значит, значения Пфи и Е мы вычислили, поэтому их можно дальше считать известными, эти выражения я уже подставлять не буду. Вот, ну, просто теперь найдем время, считая, что Пфи и Е нам известно. Хорошо, значит, для того, чтобы найти время падения на силовой центр, нам, естественно, понадобится зависимость, значит, Ро от Т, которая в квадратурах определяется следующей формулой, ну, вот, мы ее писали, плюс-минус интеграл Ро нулевое Ро Д Ро разделить на корень квадратный 2 на М Е минус уэффективное. Ну, давайте напишем, наверное, поподробнее уэффективное, я в явном виде распишу вот таким вот образом. Это будет, соответственно, значит, квадратура, которая определяет зависимость, значит, Ро от Т. Ну, естественно, значит, нам нужно, поскольку время падения на силовой центр, то, ну, что-то здесь, наверное, в этой квадратуре надо подправить. Ну, допустим, для простоты, значит, Т нулевое равняется нулю в качестве начального момента времени, возьмем нулю. Теперь, в конечный момент времени частица у нас падает на силовой центр, поэтому вот это вот значение Ро надо, естественно, положить равным нулю. Ну, кроме того, достаточно очевидно, что, ну, по крайней мере, в случае 2, да, чтобы частица смогла упасть на силовой центр, нужно, чтобы ее скорость была направлена к силовому центру, ну, давайте мы, пожалуй, что так и будем предполагать. Конечно, в случае 3, там, падение на силовой центр будет происходить так же и в случае, когда скорость направлена от силового центра. Ну, пожалуй, что, чтобы, ну, не заниматься слишком долгим перебором, я, наверное, так сказать, ограничусь тем случаем, когда скорость частицы направлена в сторону силового центра, как было вот показано на картинке. В этом случае, значит, вот здесь вот я должен, естественно, взять знак минус, поскольку вот этот вот знак плюс-минус, ну, это, в конце концов, значение ρ с точкой, и поэтому формула, которая мне будет давать время падения на силовой центр, может быть записана вот таким образом. Минус ρ нулевое ноль, пределы интегрирования, значит, d ρ разделить на корень квадратный, 2 на m, e, так, плюс альфа на ρ квадрат, минус pφ в квадрате на 2m ρ квадрат. Ну, естественно, значит, пределы интегрирования я сейчас местами, конечно же, переставлю и знак поменяю. Ну, равняется, давайте, пожалуй, что пускай эта очевидная вещь сразу же будет сделана. Ну, и, пожалуй, что я еще сразу же, чтобы какие-то преобразования сразу были сделаны, наверное, значит, величину ρ квадрат из-под корня вынесу и, значит, помещу остающееся ρ наверх. Соответственно, значит, тогда под корнем останется 2 на m, e ρ квадрат плюс альфа минус pφ в квадрате на 2m. Ну, вот, после этого достаточно очевидно, что, значит, ρ можно соединить с дифференциалом там в половинку дифференциала от ρ квадрат, ну и получившийся интеграл, конечно, сводится к интегралу от корня и легко берется. Ну, давайте на всякий случай, значит, будем все делать аккуратно, значит, и переберем, значит, две возможности, которые, значит, здесь имеются. Значит, случай, давайте, какой там был, второй, да, когда у нас e больше нуля, значит, для положительной энергии, и, соответственно, значит, здесь время падения на силовой центр может быть записано следующим образом. Ну, вот это вот e будет положительно, соответственно, значит, константу я могу вытащить, тогда у меня здесь получится корень квадратный из m разделить на 2e, это будет вот эта вот константа. Ну, а оставшийся интеграл, значит, будет такой интеграл от нуля до ρ нулевого, значит, ρ d ρ разделить на корень квадратный из ρ квадрат плюс α разделить на e минус πφ в квадрате на 2m e. Так, правильно, все разделили, да, вроде так. Ну, интеграл, это, естественно, сразу можно сказать, чему равен, значит, это будет корень из m поделить на 2e. Ну, а здесь понятно, дифференциал ρ квадрат и под корнем тоже ρ квадрат. Поэтому, значит, интеграл просто будет представлять собой корень из ρ квадрат плюс α на e минус πφ в квадрате на 2m ρ квадрат. Вот, если я продифференцирую это выражение, то корень окажется внизу, значит, при дифференцировании корня по аргументу возникнет множитель 1,2, а при дифференцировании аргумента по ρ возникнет множитель 2ρ. Вот, ну и, соответственно, 1,2, там, умноженное на 2ρ дадут как раз вот это вот ρ. Поэтому, собственно, больше ничего здесь не будет. Ну, естественно, значит, пределы должны быть здесь аккуратно написаны. Хорошо, ну и, собственно, значит, осталось немного, осталось написать ответ. Так, эту формулу, пожалуй, что мы сохраним для случая 3. Вот, ответ вот напишем вот здесь вот. Соответственно, значит, в случае 2 время падения на центр окажется равным, значит, корень из m поделить на 2e, скобочка, значит, корень квадратный из ρ нулевой квадрат плюс α на e минус πφ в квадрате на 2m e. Так, это будет подстановка на верхнем пределе и минус подстановка на нижнем пределе. πφ в квадрате на 2m e. Ну, естественно, значит, в случае 2 вот эта вот величина, значит, заведомо будет являться положительной. Хорошо, так, все, значит, в случае 2 мы разобрали. Значит, теперь, значит, рассмотрим случай 3. Ну, опять же, значит, в случае, когда скорость частицы направлена на силовой центр, не будем, кажется, там слишком себе жизнь усложнять. И, собственно, значит, в случае 3 у нас надо помнить, что e будет равняться минус модуль e. Ну, и поэтому, если я хочу теперь, значит, рассмотреть случай 3, ну, аналогичная формула может быть получена просто модификацией вот этого выражения. Ну, давайте попробуем эту модификацию нужным образом провести. Ну, чтобы, опять же, не пытаться в уме сделать слишком много каких-то действий. Ну, первое, с чего мы начнем, мы вот здесь вот напишем место e минус модуль e. Вот, и тогда, наверное, значит, модифицировать те формулы, которые написаны с левой стороны, будет немножечко попроще. Итак, понятно, что теперь, ну, такую величину явно не хочется выносить из-под корня, потому что под корнем будет величина отрицательная. И, конечно, в прямой смысл вот здесь вот написать модуль e, соответственно, значит, вынести модуль. Тогда, значит, вот здесь вот будет знак минус, вот он будет, вот здесь вот. Ну, а здесь, естественно, значит, у нас появится просто не e, а модуль e. Так, ну, вроде бы, вроде бы разумно. Хорошо, значит, ну, продолжаем, опять же, модифицировать это выражение. Здесь мы пишем, значит, модуль e. Ну, а здесь давайте подумаем, что надо написать. Ну, здесь-то понятно, модуль e. Так, то есть, стоп, модуль e. Так, здесь должен быть модуль e. Вот, а там раньше должен был быть e. Вот здесь почему-то он получился правильный. Ну, а там вот, да, была опечатка. Хорошо, теперь здесь должен быть, конечно, модуль e. Модуль e. И, конечно же, знак минус должен стоять здесь. Ну, это еще не все модификации, потому что если я такой вот корень продифференцирую, то после того, как я продифференцирую аргумент, я получу не 2ро, как раньше, а минус 2ро. Поэтому, конечно, еще общий знак минус в третьем случае должен возникнуть. Соответственно, если будет еще знак минус. Ну, и, собственно, значит, в случае теперь уже 3, опять же, время падения на силовой центр может быть получено вот таким вот образом. Ну, давайте, наверное, сотрем это выражение. И, соответственно, перепишем заново, значит, корень из m поделить на 2 модуль e. Это величина у нас положительная, скобочка. Так, ну, давайте начнем с чего? Значит, начнем с подстановки на нижнем пределе, потому что она входит со знаком минус, и еще вот здесь знак минус есть. Поэтому будет корень квадратный из альфа на модуль e минус pфи в квадрате на 2m модуль e. А подстановка на верхнем пределе теперь уже будет иметь знак минус, и, соответственно, будет минус ро 0 квадрат плюс альфа на модуль e минус pфи в квадрате поделить на 2m модуль e. Так, ну вот, вот, соответственно, значит, время падения будет в случае 3. Хорошо, ну, что видно? Видно, в принципе, что и во втором, и в третьем случае время падения оказывается конечным. Таким образом, частица упадет на силовой центр за конечное время, ну, несмотря на то, что количество оборотов, которые она сделает вокруг силового центра, будет бесконечным. Так, ну, хорошо, значит, все с этим. Значит, небольшое домашнее задание. Домашнее задание. Так, значит, первая задача. Значит, рассмотрим потенциал. У от r равняется минус альфа разделить на r в кубе, где альфа есть некоторая положительная величина. Значит, домашнее задание будет такое. Значит, качественно исследовать движение в таком потенциале и найти, при каких условиях частица сможет упасть на центр, ну, если в начальный момент времени она находится где-то достаточно далеко на бесконечности. Вот. Ну, начальные условия, естественно, предполагаются заданными. Хорошо. Значит, это первое. Значит, качественно исследовать движение и найти условия падения на силовой центр. Хорошо. Значит, вторая задачка. Ну, в принципе, эта задачка как раз та, с которой мы начинали обсуждение движения в центральном поле. Значит, мы с вами начали с того, что сообразили, что наиболее естественно, наверное, решать эту задачу не в каких-то там, скажем, декартовых координатах, а в координатах сферических. Вот. Тогда еще про плоское движение мы даже не знали. И в сферических координатах у нас функция Лагранжа записывалась следующим образом. Минус УАТЭ. Значит, мы с вами поняли, что по этой функции Лагранжа, очевидно, два интеграла движения. Значит, ну, один интеграл движения, это, понятно, будет энергия. Да? Вот такой вот. А второй интеграл движения, это ПФИ. Который есть, М, Р квадрат, синус, квадрат, тета, фисточки. Ну, а третий интеграл движения по вот этой вот функции Лагранжа очевиден не был. И поэтому вот этот вот вариант мы отбросили. И стали, так сказать, уже каким-то образом переходить к полярным координатам в плоскости Ла-класса. Что мы сделали дальше? Мы дальше доказали, что при движении в центральном поле сохраняется момент импульса. Ну, а в конце концов, это дополнительные интегралы движения. Вот. Более того, некоторое время назад было показано, что проекция момента импульса на ось Z, ну, на EZ, значит, будет представлять собой, ну, ровно ПФИ. Р квадрат, синус, квадрат, тета, фисточкой. Ну, равняется ПФИ. То есть, в данном случае смысл вот этой вот величины ПФИ, это как раз проекция сохраняющегося момента импульса на ось Z. И, в принципе, исходя из закона сохранения момента импульса, можно сообразить, какая еще будет сохраняющаяся величина, ну, которая, так сказать, удобна для решения вот этой вот задачи. Итак, рассмотрим величину квадрата момента импульса. В конце концов, некоторое время назад он тоже был посчитан. Значит, и выражение для квадрата момента импульса, которое там было получено, имеет следующий вид. m квадрат r в четвертой, синус квадрат тета, фи с точкой в квадрате, плюс тета с точкой в квадрате. Ну, вот на одном из предыдущих семинаров мы вот это вот выражение получили. Но поскольку момент импульса постоянен, то и квадрат момента импульса, естественно, является константой. Таким образом, у нас есть три интеграла движения. Энергия, проекция момента импульса на ось Z и квадрат момента импульса. И, собственно, домашнее задание будет сформулировано следующим образом. Зная вот эти вот три интеграла движения, записать закон движения в квадратурах для частицы, движущихся в центральном поле, ну, используя в качестве обобщенных координат сферические координаты. Значит, подсказка, какие зависимости надо найти. Понятно, что должно быть три квадратуры. Это будут зависимости r равняется r от t. Вторая зависимость тета равняется тета от r. И третья зависимость, фи равняется фи от тета. То есть, понятно, что нужно каким-то образом попытаться найти производную dr по dt, d тета по dr и d фи по d тета. Хорошо, значит, вот домашнее задание найти в квадратурах. Тогда на сегодня все. Отдыхайте. Продолжение следует...